Добрый день! Мы начинаем лекцию. Мы рассмотрим сейчас, мы начинаем рассматривать большую группу эвкариотных организмов. Это на царство Диафоретикес. И первая группа, которую нам придется коснуться, это архипластида. Конечно, это не зоологическая тема, потому что архипластид в основном изучают ботаники. Но нам придется все-таки несколько слов об этом царстве, царстве архипластида, все-таки поговорить. Это царство, в общем, в большинстве своем это фотосинтезирующие организмы. Среди них, конечно, есть гетеротрофные формы и много даже паразитических форм, поэтому тоже как-то зоологи их касаются. Но в основном это группа фотосинтезирующих организмов. И именно с происхождением такого кислородного фотосинтеза связан расцвет этой группы. Этот кислородный фотосинтез стал активно развиваться на нашей планете примерно 2,4 миллиарда лет назад. Собственно, именно этот рубеж и называют иногда вот этой кислородной катастрофой, когда анаэробная до этого биосфера стала превращаться в аэробную. И когда произошло массовое такое вымирание анаэробных форм и бурный прогресс аэробных форм. И, в общем, метод молекулярных часов, он единодушно разными исследователями показывает именно этот период, то есть период примерно 2,4 миллиарда лет назад. Это основная дивергенция эволюционных линий цианобактерий. То есть вот цианобактерии стали появились и стали бурно эволюционировать именно в этот период. И именно с этого момента и благодаря именно цианобактериям, прежде всего цианобактериям, на нашей Земле в атмосфере существует свободный кислород. Это оказывает сильнейшее геологическое воздействие, потому что, ну, понятно, что все вот эти поверхностные породы, они окислены. Ну и, конечно, благодаря этому существует разнообразная животная жизнь, тоже использующая кислород. Ну, возникает вопрос, а ведь до этого был фотосинтез? Конечно, был. Вот архейский фотосинтез, он в основном осуществлялся как бескислородный фотосинтез, или в значительной степени бескислородный фотосинтез, потому что использовалась не вода, а сероводород. Сероводорода было много, много, потому что ранний период истории Земли – это активный вулканизм. А почему? А вулканизм постепенно затухает. И понятно, почему он затухает. Тектоническая энергия Земли, она подпитывается это чем? Тем внутренним теплом, которое накоплено было Землей в процессе ее формирования. И это тепло расходуется. Оно уходит в межпланетное пространство, и постепенно вулканизм ослабевает. И когда-то он прекратится. По расчетам он прекратится где-то примерно через… Нам хватит еще земного тепла, наверное, на полтора миллиарда лет. Ну а после этого мы начнем терять океаны. Они будут тихонечко высыхать. И Земля превратится в сухую, а потом и в мертвую планету. Гораздо раньше, чем там Солнце закончит свою эволюцию, вот этим превращением в красного гиганта и последующими событиями. Ну важно, что вот в процессе вулканизма выделялся сероводород, но выделялась и водяной пара. Ведь до сих пор вулканические газы-то на 75-80% состоят из воды. И, конечно, количество воды накапливалось. И вот получилось, что один ресурс, сероводород, уменьшался, а другой ресурс, наоборот, увеличился. И этот бесконечный ресурс — это вода. И вот произошла замена бактериального фотосинтеза без кислородного, основанного на сероводороде, на бактериальный же фотосинтез, основанный на воде с выделением кислорода. И вот занимались этим именно цианобактерии, которые даже на этой картинке изображены в виде строматолитов, потому что строматолиты строились фотосинтезирующими бактериями, вероятно, цианобактериями. Во всяком случае, современные строматолиты построены цианобактериями. Ну, цианобактерии — это настоящие бактерии, у них кольцевая ДНК, у них, как у всех бактерий, есть пептидогликановая оболочка, пептидогликановая клеточная стенка, так лучше правильнее говорить, но и вот фигобелисомы, органеллы, которые обеспечивают, собственно, фотосинтез, они связаны с внутренней мембранной системой, которая у цианобактерий есть и представлена такими одиночными стопками. Пигменты цианобактерий в большинстве своем — это хлорофилл А и фигобеллины, и вот это объясняет их такой, ну, такой сине-зеленый оттенок, оттенок, вот, почему их называют сине-зелеными водорослями или цианобактериями. На самом деле цианобактерии сейчас, свободно живущие цианобактерии, обеспечивают значительную часть фотосинтеза на нашей планете, особенно в океане. Вот, по-видимому, в океане не менее 25%, может быть, и больше, первичной продукции создается свободно живущими цианобактериями. Но вот цианобактерии, их активная деятельность вот в этот период, в период кислородной вот этой революции, для кислорода, их активная деятельность привела к уменьшению концентрации парниковых газов, например, углекислого газа, и многие исследователи связывают именно с деятельностью вот этой взрывом концентрации, взрывом разнообразия цианобактерий. Первое и самое большое в истории Земли, самое длительное в истории Земли оледенение, это Гуронское оледенение, которое продолжалось почти 300 миллионов лет, это Гуронская ледниковая эра, и в этот период Земля выглядела не голубой, а белой планетой, потому что льды покрывали практически всю поверхность планеты, всю поверхность мирового океана с небольшими прогалинами. Ну и вот цианобактерии, не знаю, так это или нет, но вообще, надо сказать, что ледниковые эпохи, это вообще одна из загадок, их проблема, почему они наступают, почему они заканчиваются, ну вот такая гипотеза об этом чудовищном Гуронском оледенении, она существует. ну а вот цианобактерии, помимо того, что они обеспечивают нас кислородом и первичной продукцией, как свободно живущие организмы, они очень охотно вступают в симбиоз с другими организмами, прежде всего ну конечно с эукариотными организмами, у которых они поселяются внутри клеток, как вот внутрицитоплазматические эндосимбионты, в общем сохраняя или как-то модифицируя свою вот эту цианобактериальную природу. Иногда даже не очень сильно. Вот под царствие белифита есть такой тип, ну ботаники используют вместо слова тип слово отдел, глаукофитовые, которых это фотосинтезирующие протисты с двумя жгутиками, один из них передний, другой задний, как положено. И вот глаукофитовые 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 одиночные одиночные вот эти тилокоиды сохраняется определенный характерный для цианобактерий набор, для большинства цианобактерий набор пигментов хлорофилы А и фикобелины, и даже пептидоглюкановая стенка есть. Но молекулярно-биологические исследования показали, что геном циана цианел он в сто раз короче, чем у свободно живущих цианобактерий. Это означает, что большая часть генов цианел уже перешла в геном эвкариотного хозяина, и они действительно превращаются уже не симбионтов, а в органеллы. Так что цианеллы это по существу такие своеобразные хлоропласты, возникшие путем эндосимбиоза, хотя они больше похожи на цианобактерии, чем хлоропласты других архипластид, но они даже пептидоглюкановую стенку сохраняют. Ну и вот таким путем мы можем представлять себе происхождение пластид из цианобактерий, это результат такого эндосимбиоза и последующего перехода части генов из генома симбионта в геном эвкариотного хозяина. на самом деле идея имеет очень давнюю историю, ее еще впервые высказал и по-всякому обосновал Константин Мережковский, о котором я говорил на одной из первых лекций. Ну и вот таким же путем возникли большая группа эвкариотных организмов, это красные водоросли, о которых конечно вам ботаники будут подробно рассказывать, потому что их хлоропласты ну конечно это настоящие органеллы, но они очень много черт цианобактерии сохраняют, у них сохраняются хлорофилы только А, хлорофил А имеется, хлорофил А и фикобелины, поэтому они такие синенькие, сине-зеленые, ну и этим определяется такой характерный оттенок фиолетово-красный оттенок самих красных водорослей, клеточный вот такой стенки пептиды глюкановые конечно вот у хлоропластов красных водорослей нет, но во всем во всем остальном их хлоропласты очень похожи на свободно живущих цианобактерий. Ну вероятно это вот прямой такой симбиоз цианобактерий с фикариотами это такая первая форма симбиоза фотосинтезирующей организма с гидеротрофной формой и действительно красные водоросли это древнейшие фотосинтезирующие фикариоты нашей планеты. Они известны в ископаемом состоянии уже более полутора миллиарда лет назад. Вот здесь картинки ископаемой протерозойской средней протерозойской средней протерозой водоросли это многоклеточная водоросль хорошо сохранившаяся не только видим стенки клеток но даже сохраняются остатки хлоропластов и переноидов в этих остатках. Ну и вот собственно те кариотные фотосинтезирующие организмы которые сохраняют цианобактерии с хлорофиллами А с хлорофиллом А и фикобелинами они образуют царство белифита. А другое большое царство царство зеленых растений веридипланта оно имеет хлоропласты с хлорофиллами А и Б без фикобелинов. Ну и это обстоятельство вот как бы долгое время ставило перед нами загадку как вот эти хлоропласты с хлорофиллами А и Б без фикобелинов могли возникнуть. Но на самом деле среди цианобактерий вот есть такая группа она относительно недавно была открыта ну недавно это для меня то есть это 70-е 80-е годы это это вот прохлорофиты это прохлорон прохлорококкус прохлоротрикс это цианобактерии но у них хлорофиллы А и Б и они поэтому вот такие вот зелененькие как на правой картинке вообще они крупные я сам их видел я сам это не мои фотографии но мне приходилось их находить и вот этих дидемнит асцидив где они живут я их сам находил и вот они такие крупные клетки прямо напоминают они не бактерии а каких-то хлорел таких вот шарообразные крупные клетки сам прохлорон который был впервые найден он был найден как симбионт вот этой целлюлозной туники колониальных асцидий здесь вот на правой на левой картинке вы видите вот эту колониальную асцидию они такими часто наростами такими полуслизистыми такими желеобразными на поверхности подводных предметов и вот они видите такие зелененькие эти асцидии потому что в их тунике живет прохлором это первая такая прохлорофитовая цианобактерия которая была найдена потом были найдены свободно живущие формы и вот прохлорокопкус маринус это свободно живущая очень мелкая цианобактерия которая вот в тропических водах собственно обеспечивает я говорю 25-30% первичной продукции ну и вот видимо эта группа цианобактерий стала предшественников хлоропластов у собственно говоря зеленых растений ну например у хлорофитовых водорослей вот тут нарисованных хламидом анада которую вы хорошо знаете и хлоропласты в нее содержат хлорофилы А и Б ну правда вот такая еще особенность что телокоиды всегда собраны в стопке я обращаю ваше внимание еще на одну особенность это на количество мембран которые окружают хлоропласты вот видите когда речь идет о происхождении хлоропласта прямо от цианобактерий получается всего две мембраны вокруг хлоропластов и можно считать что одна мембрана это мембрана самого симбионта а вторая мембрана это мембрана той вакуоли в которой он находится простите но это самый простой это самый простой такой вариант хотя именно он вот вот такой вот вариант реализуется у огромного царства в виде плантовых то есть к которому относятся все высшие растения но вот в этой группе диафоретикус есть и другие фотосинтезирующие формы и вот есть царство хрома виолята ну и вот есть такая группа криптофитовых которую я видите нарисовал как-то между хромо-львеолятами и архипластидами ну потому что не получается ее я уже говорил вам что конечно вот мы строим всю эту систему низших эукариот опираясь на молекулярную филогенетику ну как биологии бывает ни один метод не дает стопроцентное решение вот криптофитовые все время по одним получается программам получается архипластидами по другим программам они получается хромо-львеоляты ну и хорошо бы их не было и мне бы тогда не надо о них говорить но они есть и еще так устроено что о них придется рассказывать дело в том что ну вот это на самом деле нормальное нормальный такой протист у него есть передние задний жгутик у криптофитовых передний жгутик с такими простыми мастиганемами даже есть видите вентральная бороздка это формы которые способны к фаготрофному питанию у них есть соответствующие даже органеллы защитные используемые тоже при поимке пищи есть клеточный рот само само существование вентральной бороздки для нас с вами очень показательное такая черта которая берет начало самых древних эвкариотных организмов но у них хлоропласт хлоропласт этот не зеленый а такой рыженький потому что как у архипластид вот видите на этой картинке это они как-то между архипластидами и хромальвиолятами так вот у архипластид хлоропласта зелененькие а у хромальвиолят он такой рыженький желтенький и у криптофитовых он желтенький потому что в нем содержатся хлорофилы А и С но это еще не все дело в том что хлоропласт криптофитовых окружен не двумя а четырьмя мембранами вот посмотрите на правой картинке я с трудом большим вот рисовал там чтобы не вот эти все четыре мембраны и хуже того между второй если считать от поверхности и третьей мембраны есть маленькое ядро нуклеомор и это эвкариотное ядро и оно действительно настоящее эвкариотное с хромосомами даже число хромосом этих подсчитанных три и и это означает что хлоропласт криптофитовых это не прокариотное а эвкариотный симбионт то есть происхождение криптофитовых приходится представлять как результат двойного симбиоза сначала какой-то фаготрофный протест первого порядка проглотил цианобактерию появилась первичная пластида окруженная всего двумя мембранами а потом другой фаготрофный протест второго порядка проглотил вот этого эту фотосинтезирующего эвкариота ну будем считать что он был похож на красную водоросль и тогда из этого проглоченного эвкариотного симбионта получилась вторичная пластида с нуклеоморфом рудиментарным ядром окруженная четырьмя мембранами при этом самая наружная мембрана это мембрана вакуали эвкариотного хозяина второго порядка вторая мембрана это мембрана плазмолема поверхностная мембрана эвкариотного симбионта третья мембрана это мембрана вакуали вот этого эвкариотного симбионта а уже четвертая это мембрана вот это первичного прокариотного симбионта но ну и вот где-то на этом пути появился отдельный хлорофилл хлорофилл С отличающийся от хлорофилла Б и делающий вот хлоропласты другого цвета они получаются такими коричневыми рыжими ну я бы мог наверное объяснить почему это произошло это произошло потому что спектр поглощения в океане он разные части спектра поглощаются так что выгоднее иметь не зеленые а коричневые хлоропласта а на мелководье или на суше выгоднее иметь зеленые хлоропласта ну как бы то ни было конечно вот это ядро нуклеоморф ядро эвкариотного симбионта оно маленькое рудиментарное значительная часть генов переходит ядро хозяина второго порядка ну и в общем-то у большинства архипласт у большинства хромальвеолят ну вот практически все гены эвкариотного симбионта уже находятся в ядре поэтому сохраняется 4 мембрана вот как на самом правой на самой правой картинке но ядра эвкариотного симбионта нуклеоморфа собственно говоря это вот рудиментарное ядро оно называется нуклеоморф от этого ядра но все-таки нет и такая картина вот характерна для большинства представителей хромальвеолят ну тех из них которые сохраняют фотосинтетический аппарат потому что вот здесь картинка где показаны некоторые группы царства хромальвеолята но я все время говорю что на моих картинках не все группы показаны а даже рассказываю я не обо всех которые показаны на картинках и вы видите что здесь все-таки кроме фотосинтезирующих форм довольно много нефотосинтезирующих форм утративших способность к фотосинтезу но тем не менее вот посмотрите это типичный представитель фотосинтезирующих хромальвеолят это хризофитовая водоросль это тип хризофита отдел хризофита как говорят ботаники вот обратите внимание на правой картину тоже все как положено у них передний жгутик значит это с мастиганемами задней голенький вот и посмотрите как устроен хлоропласт в нем конечно уже нет нуклеоморфа но то что он происходит от эвкариотного симбионта говорит тот факт что у него 4 мембраны и вот это счет мембран он такой же как у криптофитовых и вот это такой еще еще одну особенность я бы хотел подчеркнуть это строение мастиганем вот мы с вами мастиганемы видели и раньше например и в гленновых и в многих но это были простые мастиганемы это гликопротеиновые волоски на поверхности жгутика а вот если мы посмотрим на систему царства хрома альвеолята видите в этой системе есть подцарство строминопилес и подцарство альвеолята вот у них должна быть какая-то у каждого подцарства должна быть какая-то синапоморфия и на самом деле и строминопилес и альвеолята выделены задолго до молекулярной филогенетики потому что у них есть вполне нормальная морфологическая атеи на ультраструктурном уровне синапоморфия то есть тот признак который возник у общего предка строминопил и этот признак это строение мастиганем вот у них трехчленные мастиганемы вот видите вверху тут это нарисовано значит такое основание затем длинное ну вот такое основание потом длинная трубчатая средняя часть и длинные конечные волоски ну вот эта трубчатая часть она собственно напоминает чем-то ну как бы вот стебелек соломы и собственно строминес это солома по латыни вот поэтому они строминопилес вот эти трехчленные мастиганемы очень характерная черта она не встречается за пределами строминопил и позволяет позволяла еще задолго до задолго до молекулярной эромолекулярной филогенетики относить некоторых совершенно нефотосинтезирующих протистов ну вот к строминопилам например аполиновых вы прекрасно знаете аполина это такой большой жгутиконосец фактически макроскопический два-три миллиметра его такое листовидное тело может быть и крупнее живут они в пищеварительной системе земноводных земноводных ну на самом деле среди них есть одноклеточные формы одноядерные формы тоже они связаны с гадами вы знаете кто такие гады гады это земноводные и пресмыкающиеся это значит такое вот если вы возьмете учебник там 100 летней давности там по зоологии там будет раздел гады это соответственно значит земноводные и пресмыкающиеся ну вот все эти аполиновые типа полината это эндосимбионты вот гадов то есть земноводных и пресмыкающихся ну вот есть такие у них много одноклеточных форм здесь вот слева нарисован по типичной жгутиконосец встречающийся в задней части пищеварительного тракта пресмыкающихся ну ящериц протеромонус целлоцерта и на самом жгутике у него нет мастиганем а на теле есть так называемые саматанемы и видите они точно так же устроены они трехчленные у них есть основание трубчатая часть и концевой такой филамент и это как-то очень похоже на вот мастиганемы типичных строминопил кстати я не сказал откуда эти мастиганемы берутся как они синтезируются они синтезируются как все как все такие структуры в аппарате гольджи а потом транспортируются на поверхность клетки на поверхность жгута у типичных вот значит строминопил или на поверхность клетки как у аполинат ну это вот одноклеточные формы аполина это организм который живет в кишечнике лягушек жаб это такая форма с огромным количеством ядер там 200-300 может быть ядер с огромным количеством жгутов и конечно вот поверхность клетки у них тоже видоизменена у одноклеточной у одноядерных форм поверхность клетки это простенькая такая тубулема то есть она просто под цитоплазматической мембраной проходит микротрубочки это очень обычная картина укрепления поверхности а конечно у крупных аполин называется происходит то что мы называем гребенчатая тубулема гребенчатая тубулема это вот эти продольные гребни они на самом деле видны при рассматривании живой аполины вот как такие продольные полосы и они тоже укреплены микротрубочками и как раз в промежутках между этими гребнями происходит формирование пеносистозных пузырьков которые дальше перевариваются в цитоплазме вот и собственно вот это является основой питания аполин потому что они вот эту жидкость окружающую их в клоаке земноводных они просто пеноситируют и содержащиеся в ней полезные для них вещества они их переваривают в аполин хорошо изучен их довольно сложный жизненный цикл это диплоидные простейшие они на большей части жизненного цикла диплоидные вот молодые земноводные заражаются проглатывая зиготы диплоидные клетки окруженные оболочкой и в кишечнике выходит молодой трафонт который растет становится вот таким гигантским большим 2-3-4 и больше миллиметров число ядер у него увеличивается тоже до 200-300 они делятся но обычно вот они делятся так вот как бы пополам а вот когда лягушка или жаба становится половозрелой и собирается размножаться гормоны лягушки включают очень быстрое деление аполин половые гормоны лягушки и в результате этих многочисленных делений аполины сильно мельчают и получаются так называемые гамонты содержащие всего 3-4 ядра маленькие они окружаются оболочкой цист и выходят во внешнюю среду как раз тогда когда лягушка или жаба плюхаются в воду с целью размножения через какое-то время получаются головастики головастики заглатывают окруженных цистой гамонтов и в кишечнике головастика происходит редукционное деление миоз и формируются гаметы причем гаметы разные мужские и женские вот мужские гаметы мелкие такие остренькие с остреньким носиком макрогометы женские гаметы считаем что женщина всегда большая а самец он всегда такой юркий маленький вот микрогометы поэтому как бы мужская гамета макрогомета как бы женская ну и те и другие многожгутиковые видите и те и другие многожгутиковые они копулируют формируются диплоидные зиготы и они выбрасываются во внешнюю среду и метафорфизирующие лягушки уже захватывают вот эти вот эти заглатывают вот эти вот зиготы вот такой сложный жизненный цикл который в то же время он очень хорошо согласован с циклом размножения земноводных и включается и с циклом метаморфоза головастиков и включается разные его этапы включается видимо гормонами хозяина ну вот значит нам не только я хочу сказать что царство строминопил принадлежит очень много других форм в том числе фотосинтезирующих форм это всякие бурые водоросли это диатомовые водоросли это такая большая группа и они конечно диатомовые водоросли в современном биосфере они играют основную главную роль в производстве первичной продукции в океане но сейчас мы перейдем к подцарству альвеолято это все представители царства хрома альвеолято и там подцарство строминопилос и подцарство альвеолято и вот это подцарство альвеолято тоже выделялось еще до эпохи молекулярной филогенетики на основе синапоморфии то есть морфологического признака который свойственен представителям этой группы и присутствовал у их предков это строение покровов вот у всех альвеолят покровы построены вот примерно таким образом под поверхностной мембраной располагаются плоские цистерны гладкого ретикульма альвеолы они фактически все поверхность тела простейшего занимают контактируют друг с другом и под ними уже проходит вот это эти микротрубочки которые характерны для большинства форм вот у них пелликула покровы называется у простейших чаще всего пелликула вот эта пелликула она состоит именно из альвеол и микротрубочек и вторая синапоморфия это защитные органеллы трихоцисты это тоже элементы гладкого ретикульма они обычно располагаются на стыке альвеол и там они содержат белок который способен мгновенно менять свою конформацию при деполяризации поверхственной мембраны клетки то есть если клетка тем или иным путем испытывает раздражение происходит деполяризация мембраны и в ответ на это происходит выстреливание трихоцист то есть меняется конформация белка содержащегося в трихоцистах и вот когда вы рассматриваете эту трихоцисту под электронным микроскопом вы видите вот эту исчерченность и она очень частая а когда трихоциста выстреливает белок меняет конформацию вот эти черточки они раздвигаются находятся на большом расстоянии я на своем рисунке попытался это отразить как правило вот эта выстрелившая нить трихоциста она имеет довольно большую длину это 10-15 микрон иногда и больше сама клетка может быть 10-15 микрон и вот эта выстрелившая нить трихоциста 10-15 микрон и вот на вершине этой выстрелившей нити трихоциста еще есть такое уплотнение оно тоже присутствует вне выстрелившей трихоцисте но выстрелившее оно оказывается вот таким острым кончиком и вот представители альвеолят они вот такими такой чертой обладают но это ведь представители хрома альвеолят то есть исходно они обладают значит хлоропластами ну и вот такая группа как динафлагеляты это фотосинтезирующая группа среди них конечно есть гетеротрофные паразитические формы но многие сохраняют способность к фотосинтезу такие очень необычные по внешнему виду простейшие выдающийся зоолог и прекрасный рисовальщик 19 века Эрнст Гекель очень любил рисовать рисовал хорошо и выпустил среди прочих научных трудов такую книгу Кюнст Фомен Фон Натюх Красота Форм Природы она содержит много рисунков вот это рисунки динафлагелят из этой вот книги ясно что это какие-то такие твердые твердые организмы видно что они такие жесткие рогатые шипастые а это вот почему потому что в альвеолах находятся целлюлозные пластинки это внутриклеточное образование вот это то что мы видим вот вот эти вот все эти структуры вот уцерациума который рогатый наверху вот этот вот видны даже эти пластиночки вот они это пластиночки лежащие в альвеолах в альвеолах это целлюлозные пластинки и благодаря этому клетка динафлагелят или как ботаники говорят динафитовых это же водоросли это же нужно изучать ботаникам зоологи говорят динафлагеляты а ботаники говорят динафитовые ну и вот у них альвеолы с целлюлозными пластинками и это вот тот панцирь в который тело динафитовых оказывается закованным у них два жгутика один поперечный жгутик он идет такой бороздки на поверхности клетки цингулем а другой продольный жгутик исходно он был передним поэтому он тоже с мастиганемами ну и в покровах конечно есть трихоцисты и они защищают клетку они вот именно так устроены выстреливают при раздражении ну можно было бы еще много интересного рассказать о строении динафитовых но пусть об этом вам рассказывают ботаники я хочу вам просто указать на одну особенность я вот тут нарисовал ядро такое розовенькое а внутри ядра такие косички косички такие видите красненькие это молекулы ДНК я вам уже говорил что если вы будете рассматривать в электронный микроскоп ядро ядро в кариотной клетке то никакой ДНК вы не увидите в ядре будут какие-то гранулы мусор какой-то все это будет белки гистоны которые маскируют ДНК его не видно а у динафитовых вы видите кольцевые такие молекулы ДНК закручены в косичке вот как это выглядит в электронном микроскопе вот вы прямо видите эти вот молекулы ДНК а слева вот реально строение хромосомы динафитовых это кольцевые молекулы каждая хромосома состоит из много жестокольцевых молекул закрученных в результате чего образуются косички я вчера взял и нарисовал как это делается посмотрите понятно вам как получается такая косичка вот вы несколько раз так закручиваете получается вот такая косичка вот это и есть загадка динафитовых это эвкариотные организмы у них есть нормальная двуслойная ядерная оболочка но внутри ядра находятся кольцевые молекулы ДНК лишенные гистонов то есть организованные так же как бактериальный генофор правда это эти кольцевые молекулы политенные или можно сказать то есть в каждой хромосоме не одна вот такая кольцевая молекула закрученная в косичку а несколько десятков таких молекул вот я попытался изобразить это на схеме на левой схеме тем не менее вот такая загадка существует в геноме генофлагелят есть гены белков гистонов но самих белков гистонов в ядре нет и наоборот с кольцевыми молекулами белков кольцевыми молекулами ДНК ассоциированы такие бактериальные белки и это вот загадка почему ядро генофитовых вот сохраняет такие прокариотные черты конечно можно было бы думать вот оно вот они самые примитивные еще не совсем настоящие эвкариоты у них еще вот прокариотное ядро ну вы посмотрите на вот эту организацию клетки с этими альвеолами с этими трихоцистами еще с чем это что примитивный организм примитивные эвкариоты нет конечно ну у меня есть конечно своя гипотеза значит происхождение ядра генофитовых но я ее рассказывать вам не буду не хочу вот генофитовые очень широко распространены в море в составе морского планктона и имеет имеют немалое практическое значение прежде всего потому что их массовое размножение оно обычно происходит во второй половине лета ближе к осени приводит к такому явлению как красные приливы это когда их разводится так много что вода на мелководьях приобретает такой рыжий или даже красный такой цвет но дело не в цвете а в том что они выделяют воду токсины вот в виде таких вот длинных ароматических цепочек и эти токсины накапливаясь дело в том что естественно это мелкие фотосинтезирующие организмы их профильтровывая едят моллюски значит полихеты черви их едят рыбы и вот рыбы уже накапливая там беспозвоночные ежи которые едят водоросли накапливая вот эти значит токсины они умирают ну и человек который в это время ест рыбу или устриц или морских ежей он тоже соответственно получает отравление от этих токсичных динафлагелят это бывает не каждый год во всяком случае в наших широтах в тропиках это чаще но и в наших широтах это бывает хотя не каждый год и вот я просто участвовал в расследовании такого явления как массовая гибель рыб и беспозвоночных у берегов Камчатки которое случилось осенью как раз в конце августа в начале сентября в 2020 году то есть получается сколько уже 4 года назад когда на Алатырском пляже вот тут в этом месте наблюдалась массовая гибель беспозвоночных делая еще в том что этот Халатырский пляж его облюбовали серферы там прекрасная вот волна такая и туда их собирается хоть это и Камчатка летом бывает до 20-30 тысяч они и зимой они даже эти серферы сумасшедшие они зимой катаются на этих волнах потому что на Камчатке хоть и холодно но море то не замерзает и там в этих гидрокостюмах обледенело и все на этих досках катаются ну а летом вот очень их конечно очень много там тепло море в общем не такое холодное ну и такая прекрасная камчатская осень и конечно там они живут там тысячи палаток конечно они кушают мидии конечно они кушают рыбу конечно они едят ежа и все они вот в 20-м году потравились из-за массового развития генофлагеля так что эти животные эти организмы они для нас имеют определенное вот такое значение ну и дальше мне приходится переходить к гетеротрофным альвеолятам и в частности вот к такой группе типов как апикомплекса среди представителей этой группы есть свободно живущие хищные формы это тип колпаделида вот он тут показан тип колпаделида и вот здесь нарисована такая хищная форма колпадела ворекс это небольшой одноклеточный такой одноядерный протест с двумя жгутиками это хищные формы но тут вот такая ситуация что хищник он меньше жертвы они нападают на более крупных простейших иногда коллективно вот как показано на картинке вверху и высасывают их у них вот такой способ питания как высасывание не заглатывание скажем жертвы тогда хищнику надо быть в общем крупнее жертвы ну вот а высасывание ее и для этого есть вот такой специальный термин придумали мизоцитоз высасывание напав на жертву и всосав часть этой жертвы переваривают ее в большой пищеварительной эвакуоле потом окружаются цист оболочкой цисты и в этой цисте происходят быстрые множественные деления не на 2 а на 4 иногда и на 8 и на 16 клеток без дорастания такие вот деления без дорастания называются палеотомические и в результате уже из цисты выходит сразу 4 8 или 16 трофозоидов то есть простейших готовых к нападению высасывание вот это втыкаться нужно же воткнуться в тело жертвы вот это втыкание и высасывание обеспечивается специальным органоидом называется каноид ну из чего могут строиться всякие такие органеллы у простейших ну конечно из микротрубочек этот каноид тоже построен из микротрубочек я не удивлюсь если когда-нибудь будет кем-нибудь высказана такая точка зрения ну мое мнение конечно не считается что этот каноид имеет отношение к той корзинке которая укрепляла клеточный рот цитостом тогда понятно почему они через этот каноид питаются почему они мизоцитоз осуществляют через этот каноид и ну вот внутри этого каноида на вершину клетки открываются цистерны содержащие лизирующие ферменты такие большие каплевидные цистерны роптрии и длинные нитевидные трубчатые цистерны это тоже мембранная просто структура гладкого ретикулума микронемы ну и обратите внимание на строение пелликулы она тоже содержит альвеолы это же альвеолята а между альвеолами находятся микропоры осуществляющие пиноцитоз то есть обмен с внешней средой потому что наличие трех мембран вот в пелликуле поверхностные мембраны еще такой стопочки оно как-то затрудняет всегда вот обмен веществ со внешней средой у колпаделид есть даже трихоцисты это вообще тоже черта свойственная всем альвеолятам ну и колпаделиды открыты и стали изучаться недавно ну относительно недавно тоже 80-е годы прошлого века много очень вложили в изучение колпаделид наши отечественные протестологи и до сих пор в нашей стране как-то к вот этим базальным апикомплексам сохраняется интерес в том числе и на нашей кафедре но для нас конечно вот колпаделиды именно интересны как базальная группа для огромной группы для паразитических организмов представителей типа спорозо или споровиков здесь несколько классов класс григорины класс кокцидии и класс гематозо это кровяные споровики ну они тоже вот у них есть такая стадия в жизненном цикле спорозоид стадия осуществляющая первичное проникновение в клетку хозяина и вот вы видите что этот спорозоид имеет вот эти характерные черты которые мы с вами видели даже у свободно живущих колпаделид это каноид он входит в состав апикального комплекса ну там вот каноид он состоит из микротрубочек и посмотрите от него отходит эта корзина микротрубочек правый верхний рисунок это корзина микротрубочек которая поддерживает жесткую жесткость покровов спорозоида и под поверхностью идут эти плоские такие цистерны альвеолы а между ними располагаются микропоры на дне которых осуществляется пиноцитоз ну и всякие другие есть укрепляющие элементы в апикальном комплексе там кольца передние кольца преканоидальные переднее полярное кольцо в основании каноида ну и даже на заднем конце заднее полярное кольцо в них это плотные такие белковые структуры в которые втыкаются заякореваются микротрубочки жизненный цикл всегда сложный включает половой процесс всякие сложные варианты размножения ну вот класс григорина это в основном паразиты беспозвоночных и справа здесь показано как спаразоид втыкается и начинает сосать высасывать он же питается мизоцитозом клетку кишечника какого-нибудь беспозвоночного и вот он высасывая клетки кишечника некоторое время заякоривается в клетках с помощью специального заякоряющего аппарата на переднем конце клетки эпимерит но он становится настолько большим что мизоцитозом григорины могут питаться только на самой ранней стадии а потом они уже висят в просвете кишечника или даже просто двигаются в просвете кишечника питаясь пиноцитозом григорины очень крупные простейшие как правило это до миллиметра а у морских там каких-нибудь ракообразных иногда и 5 и 8 и 10 миллиметров от клетка она видите разделяется на две как бы части но это тем не менее фротомерит и дейтомерит но тем не менее это все-таки одноядерная клетка вот поверхность этой клетки тоже вот этот поперечный срез слева вверху это из публикации сотрудника нашей кафедры доцента Семдьянова она несет вот такие гребни это эпицитарные гребни вверху это поперечный срез на электронном микроскопе а внизу это вот так на сканирующем микроскопе видны эти гребни ну и вот схема этих гребней вы видите что гребни тем не менее под ними проходят вот эти цистерны альвеолы и между ними находятся микропоры на дне которых формируются пеноцитозные пузырьки с григоринами всегда связывают вот эту проблему движения григорин потому что григорины даже на стекле предметном они вот так равномерно не меняя форму движутся это заметно при наблюдении в обычный микроскоп хорошо очень но форма не меняется жгутиков нет и всякие гипотезы высказывались по поводу того как они движутся вот видите у них эти гребни они всегда как-то часто изогнуты и думали что они может быть как-то ондулируют сзади наперед но и вот за счет этой ондуляции григорина движется но скорее всего дело не в этом а все-таки в том что григорина выделяет слизь и значит имея вот актиновые миозиновые филаменты связанные с белками мембраны они собственно обеспечивают вот это движение белков мембраны потому что мембрана ведь она в этом своем плоскости она как бы это же жидкий кристалл она жидкая и вот эти белковые гранулы в составе мембраны совершенно свободно движутся к ним прикрепляются актиновые миозиновые филаменты и вот исследования современными методами с использованием лазерной конфокальной микроскопии показывают локализацию актина именно в поверхностном слое и миозин он тоже локализован в поверхностном слое причем вот на правой картинке вы видите что миозиновые молекулы они связаны с вершиной эпицитарных грибней вот эта продольная исчерточность хорошо заметна так что скорее всего эта своеобразная механика движения крупных клеток григорин она связана с актиново-миозиновым механизмом в общем для всех эвкариот у григорин довольно сложный жизненный цикл вот этот паразоид проникший в кишечнике первое время питающийся мезоцитозом затем оказывается в просвете кишечника эти крупные григорины спаразоиды крупные растущие трафонты они гаплоидные они соединяются между собой в сизиге и потом этот сизиге заключается в цисту в цисте происходит множественные методические деления в результате которых часть ядер становится гаметами причем у многих григорин можно различить жгутиковые как бы мужские и нежгутиковые гаметы как бы яйцеклетки женские гаметы но вот обратите внимание что не все не все тело что ли вот григорин вцепившийся в сизиге уходит на формирование гамет и не все ядра становятся ядрами гамет потому что есть остаточное тело и оно содержит не только тистоплазму но и ядра а что это значит а это значит что у григорин есть дифференцировка ядер при формировании гамет часть ядер становится ядрами гамет а часть нет но внутри внутри вот этого сизиге в цисте внутри цисты происходит копуляция гамет формируется возле каждой зиготы формируется новая оболочка это оболочка ацисты и внутри этой ацисты проходит миотическое деление деление созревания то есть миоз образуется 4 гаплоидных ядра ну и потом как правило еще эти 4 гаплоидных ядра каждый из них делится метозом получается 8 таких вот ядер 8 паразоидов лежащих внутри ацисты вот как они попадают во внешнюю среду ну вместе с фекалиями вот эта большая циста содержащая там много сотен отцист выходит во внешнюю среду а осматическое давление воды солей в воде во внешней среде ну там в капельках росы скажем тут нарисован жук он не в воде живет григорины у всех есть начиная там от кишечно-полосных до низших хордовых у всех есть григорины ну насекомых их тоже всегда много вот и там осматическое давление другое вот это остаточное тело разбухает и разрывает разрывает цисту и вот эти многочисленные ацисты просто из нее высыпаются а там уже следующая следующая генерация хозяев она просто глотает эти ацисты и снова заражаются григоринами очень удачные паразиты очень успешные потому что во-первых почти стопроцентное заражение хозяев а во-вторых хозяева живут и как бы не проявляет никаких патологий это значит высший пилотаж для паразита жить за счет хозяина и особо не причинять ему вреда чтобы он хорошо тебя и долго успешно содержал но григорины наверное не имеют большого практического значения а вот кокцидии это уже паразиты позвоночных и они конечно имеют большое практическое значение спаразоид такого же строения проникает в клетку кишечника и подвергается множественному делению сначала делится ядра а потом за счет деления возле каждого ядра обособляется цитоплазма и выходит множественные мирозоиды это такое деление когда сначала делится ядра а потом цитоплазма распадается на соответствующее число клеток называется шизогония на самом деле это какой-то вариант палентомии или близкое к палентомии деление ну вот во всяком случае этих циклов шизогонии проходит несколько и в результате происходит такое опустошение разрушение значительной части кишечного эпителия здесь вот этот жизненный цикл проиллюстрирован на примере имерия это паразит кроликов и в результате этого конечно у кроликов особенно у крольчат у мелких кроликов у молодых происходит гибель эпителия кишечника и очень большая смертность но рано или поздно проникшие в новые клетки кишечника мирозоиды превращаются в гаметы в мужские гаметы и в женские гаметы мужские гаметы развиваются за счет шизогонии и получается много двужгутиков или трехжгутиков гамет а женская гамета растет но не подвергаются делению мужские гаметы плывут с помощью жгучков через содержимое кишечника к женской гаметы тот кто первый успел тот ее оплодотворяет и формируется зигота это единственная диплоидная стадия в жизненном цикле споровиков споровики имеют половой процесс но весь жизненный цикл у них гаплоидный и только вот зигота диплоидная эта зигота окружается плотной оболочкой эта оболочка называется зиготой ацистой и дальше зигота внутри вот этой ацисты подвергается миозу получается четыре клетки эти клетки называются спарабласты спарабласты и каждый спарабласты еще раз делится так что получается внутри ацисты еще четыре двуклеточных споры всего значит из ацисты уэмерии по крайней мере выходит получается четыре споры по два спаразоида ацисты выходят во внешнюю среду с фекалиями и обеспечивают заражение новых хозяев вот так выглядит жизненный цикл кокцидии ну как-то вот у человека конечно есть кокцидии есть хотя вот как-то считалось что большого патологического влияния они на человека не оказывают ну как сказать вот это жизненный цикл кокцидии такой вот таксоплазма гондии у нее два хозяина один хозяин это грызуны другой хозяин это хищники ну например кошки значит таксоплазмы живут в кишечнике кошки кошка выделяет ацисты незрелые ацисты заглатываются зрелые ацисты тоже содержат они 8 клеток правда получается 2 споры по 4 клетки у кокцидии кролика 4 споры по 2 клетки ацисты а здесь 2 споры по 4 клетки но в итоге все равно 8 вот эти ацисты заглатываются мышками грызунами и в кишечник и спорозоиды проникнув в кишечник сначала формируют такие размножаются и образуются такие ну размером примерно 20-30 микрон псевдоцисты содержащие много мирозоидов а потом мирозоиды выходят распространяются по кровеносной системе и уже в разных тканях легких печени мышцах иногда и в мозгу формируются большие тканевые цисты по нескольку миллиметров даже сантиметров и вот мышка с этими тканевыми цистами с большим количеством мирозоидов они называются брадизоиды потому что эта циста может очень долго в течение всей жизни грызуна в ней сохраняться но психика грызуна меняется циста начинает управлять грызуном опыты показывают что поразительным образом мышей начинает привлекать запах кошачьей мочи мыши вообще перестают бояться кошек они выходят и прямо вызывают кошек на себя ну и в результате значит кошки их поедают и жизненный цикл замыкается но дело в том что общаясь с кошками и вот эти вот цисты вот эти ацисты могут поедаться не только грызунами они могут поедаться свиньями могут случайно поедаться коровами и тогда в тканях свиней и коров формируются вот эти тканевые цисты иногда очень крупные по нескольку сантиметров содержащие миллионы миллионы бродизоидов миллионы паразоидов и человек поедая коров или свиней тоже заражается таксоплазмами и уже из бродизоидов в организме человека могут формироваться тканевые цисты то есть человек себя ведет как вот этот хозяин грызун то есть вот так но дело в том что таксоплазма управляет поведением человека вот какие изменения личности человека происходят при таксоплазмозе мужчины становятся склонны к риску при этом у них снижается скорость реакции поэтому больше вероятность попасть в автомобильную аварию некоторых мучает чувство сомнения ненадежности тревоги повышенное чувство вины мужчины становятся более грубыми а женщины наоборот более отзывчивыми так что в общем среди жертв дорожно-транспортных происшествий достоверно большой больший процент зараженных таксоплазмозом но самое главное что таксоплазмы они способны проникать через через плаценту это же мирозоиды они активно движутся проникают через плаценту и поэтому общение с кошками и вот это поедание мяса непрожаренного особенно опасно на ранних стадиях беременности потому что это приводит и это реальная вещь это не какие-то там изменения в поведении к нарушению вот это вот фотография тканевой цисты из ткани человека и вы видите что в результате проникновения вот этих брадизоидов ну на самом деле мирозоидов из цисты во плод через плаценту приводит к развитию нарушениям развития в частности к неисправимому дефекту микроцефалии так что беременным следует быть особенно осторожнее ну и вот класс кровяных споровиков это большая группа простейших паразитирующих в крови разных позвоночных млекопитающих птиц рептилий земноводных лягушек и даже рыб интересно а рыба это как потому что у всех плазмо у всех представителей рода у всех кровяных справиков есть в качестве переносчика функционирует кровососущие двукрылые как они рыб-то могут кровь сосать у каких рыб-то у иллистых прыгунов ну вот ну ладно с иллистыми прыгунами у человека паразитируют несколько видов малярийного плазмодия конкретно пять и они вызывают малярию опасное заболевание которое передается самками комара анофилис при кровососании у комаров кровожадными как вы знаете являются только самки самцы ведут мирную жизнь или не питаются или питаются нектаром а вот самки сосут живую кровь при кровососании со слюной самки попадают спаразоиды сначала они стоком крови переносятся в клетки печени и в клетках печени проходит шизогония в результате чего формируется множество мирозоидов эти мирозоиды дальше выходит в кровь и начинает размножаться в эритроцитах проникнув в эритроцит мирозоид растет питается потом размножается путем шизогонии и разрушая эритроцит выходит во внешнюю в плазму крови после чего проникает в новое в новые эритроциты вот этот процесс поскольку у человека постоянная температура тела то есть цикл развития мирозоидов в эритроците он занимает одинаковое время поэтому получается что выход мирозоидов образовавшихся в эритроците он синхронизован оказывается и вот у разных видов малярии получается разный период когда они выходят потому что когда они выходят из клетки мирозоиды в плазму попадают продукты их обмена это так называемый гемозоин который является сильнейшим ядом и вот он собственно и вызывает приступ малярии резкое повышение температуры до 40 41 градуса ну и вот есть трехдневная малярия например плазмодиум вивокс двухдневная малярия плазмодиум овалия и к сожалению вот самая злокачественная малярия это африканская малярия плазмодиум фальсепарум у него 50-ти процентная летальность без деления потому что там вот это согласование нарушается и человека непрерывно может трясти в этом приступе высокой температуры ну а дальше что а дальше рано или поздно формируются микрогометы и макрогометы которые уже остаются в эритроцитах поскольку паразиты не выходят в плазму крови человек чувствует себя выздоравливающим он встает в постель и начинает чувствовать себя хорошо выходит на улицу тут прилетает самка комара пьет его кровь и заражается вместе с и вместе с кровью поглощает микрогометациты и макрогометациты находящиеся в эритроцитах микрогометациты формируют гометы гометы оплодотворяют яйцеклетки и яйцеклетка внедряется в кишечник в клетку кишечника комара и вот у яйцеклетки посмотрите я тут нарисовал это мой рисунок я сам все рисую есть каноид это единственная стадия в жизненном цикле кровяных споровиков когда есть каноид вы же видите как они называются сейчас а каноидозида одно из названий нет каноида так вот есть каноид то есть он есть вот этой блуждающей зиготы дальше эта зигота живет в гемоцеле комара с внешней стороны кишечника вот как нарисовано она диплоидная но тут же претерпевает миоз и дальше множество метозов так что образуются миллионы спаразоидов которые плывут и локализуются в клетках слюной железы и передаются человеку при очередном кровососании малярия тяжелое заболевание оно распространено тропическом субтропическом ну и в южных районах умеренного пояса собственно само слово малярия это итальянское слово означает оно что плохой воздух да потому что это такой вонючий плохо дурно пахнущий воздух которым по которым пахли болота ломбардии знаете где находится ломбардия да на севере Италии там река по она образует многочисленные болота и люди в ломбардии болели вот малярией поэтому считалось что эта малярия вызывается вот этим дурным воздухом там плазмодиум плазмодиум вивокс как раз но это все ладно но при изучении вот таксоплазм и при изучении малярии в цитоплазме мирозоидов была обнаружена интересная органелла окруженная четырьмя мембранами эта органелла называется апикопласт и оказалось что этот апикопласт не что иное как утратившая фотосинтезирующие пигменты хлоропласт апикопласт содержит кольцевую ДНК внутренний мембранный комплекс и даже телокоиды это хромальвиоляты они происходят от фотосинтезирующих простейших и даже в малярийном плазмодии в мирозоидах малярийного плазмодия и токсоплазма мы находим вот этот хлоропласт так что хлоропласт вероятно сформировался так что апикопласт это вот результат далеко зашедшего такого эндосимбиоза причем здесь два такта эндосимбиоза первичный эндосимбиоз и вторичный симбиоз ну так как формируются пластиды у хромальвиоляты это очень интересный факт интересно что совсем недавно 10 лет назад были обнаружены свободно живущие кальпаделлиды с конноидом но сохраняющие пластиды нормальные это вот морские простейшие хромериды но они сейчас рассматриваются в составе вот кальпаделлит предковой группы по отношению ко ко всем вот этим абекомплексам видите тут вот на правом рисунке видно даже как что пелликула такая же эти вот микротрубочки потом значит эти альвеолы и так далее все это у них есть малярия это опасное заболевание особенно оно было важно для белых людей когда начались колониальные войны потому что солдаты английской морской пехоты направленной на завоевание Индии заболевали малярией давно было известно что для лечения малярии подходит экстракт из коры хинного дерева хинин и солдатам предписывалось в обязательном порядке перед обедом пить настойку хинина но но он же горький хинин невыносимо и солдаты морской пехоты стихаря выплескивали этот хинин и пить не хотели тогда хинин стали размешивать в ежедневной порции джина которые полагались солдатам делать нечего пришлось пить джинн с хинином джинн с тоником а когда солдаты вернулись в Англию они стали требовать в трактирах джинн с тоником который таким образом превратился весьма такой аутентичный английский напиток джинн пьется обычно с тоником это любимый напиток солдат английской морской пехоты заболеваемость малярии все еще велика вы видите что есть страны где заболевает более миллиона человек в год много стран где от 500 тысяч до миллиона общее число людей переболевших или болеющих малярии оценивается в 900 миллионов человек поэтому лечение малярии остается актуальной проблемой именно за лечение малярии была присуждена одна из недавних нобелевских премий потому что вообще-то говоря нобелевские премии присуждаются не по биологии они присуждаются по физиологии медицины и вот китайский мелик доктор ту-ю-ю выделила из однолетней паолыни артемизин который оказался очень эффективным в отношении лечения малярии так что с малярией мы продолжаем бороться спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...